Девочка-пай Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорский калейдоскоп. В студии Елизаветы Синельникова. Смотрите выпуски. Пилот Михайлов и самолет Северок. Покорители Арктики в Печоре. Африка. Подольские курсанты. Дети говорят, что эти фильмы вызывают слезы. А вы смотрите патриотическое кино. Горожане засыпали волну вопросами о правилах дорожного движения, а отвечает госавтоинспектор. Вспомним добрым словом. 120 лет со дня рождения Бориса Комлева. А вы купили своим школьникам презенты на окончание учебного года? Предлагаем модные значки. Глава муниципалитета отчитался о проделанной работе. Что же в списке его дел? Вы смотрите Печорский калейдоскоп! В Печоре стартовал проект фильмы о важном. Показы патриотического кино проходят в кинотеатре имени Максима Горького для всех классов. Побывала там и наша съемочная бригада. Молодежь по-разному относится к патриотическим фильмам. Но то, что они не оставляют их равнодушными, это факт. И смотреть их важно. Об этом говорит и глава муниципалитета. С его подачи в Печоре реализуется проект фильмы о важном. На современном этапе мы очень часто смотрим зарубежные фильмы. И, к сожалению, очень часто, благодаря агрессивной рекламе, зарубежные фильмы даже невысокого качества становятся более известными, чем отечественное кино. Но отечественное кино, оно очень хорошее. И оно содержит те нормы морали, которые мы всегда развивали и культивировали в нашем обществе. Поэтому мы приняли решение о том, что все наши дети должны получить возможность посмотреть наши отечественные фильмы, которые повествуют о тех незыблемых моральных стандартах, которые всегда присутствовали в нашем народе. Фильм о важном – проект долгосрочный. С нового учебного года он возобновится. Сейчас у нас пилотный вариант. Мы опробуем и расписание, и категории фильмов, и остальные аспекты, которые так или иначе могут повлиять на восприятие этих фильмов. С сентября мы его продолжим. И, конечно же, это будет различный репертуар. Кроме этого, мы планируем дополнить полнометражные фильмы короткометражными роликами, которые бы повествовали молодежи о вреде курения, употреблении алкогольных напитков, наркотических веществ и иных негативных моментах. Пока отзывы положительные. Мы постоянно мониторим ситуацию. На планерках обсуждаем это с управлением культуры и управлением образования. А покажут ли нашим детям добрые советские фильмы? «Морозка», «Буратино», «Приключения Петрова и Васечкина»? Безусловно. Эти идеи тоже обсуждались. Как раз почему я сказал пилотный проект, потому что сейчас ведутся переговоры с правообладателями. Мы, безусловно, все это делаем на легальной основе и не хотели бы нарушать авторские права тех или иных, скажем так, кинопродюсеров. А какой ваш любимый фильм? Я думаю, это «Офицеры». Ученикам же с 1 по 11 класс сейчас показывают две российские киноленты «Африка» и «Подольские курсанты». Первыми их посмотрели ребята из 49-й школы. Мы поговорили с ними до начала показа. Скорее всего, этот фильм нам будет предоставлен о каких-то военных событиях. Нам будут показывать этот фильм с целью какого-то развития, может, патриотизма, любви к родине. Я люблю различные фильмы, но фильмы о войне тоже есть место в нашей жизни. Смотрел фильм о войне Т-34. Хороший фильм, с нормальным сюжетом. Да, есть один фильм «Солдатик». Мы в этом же кинотеатре смотрели его в прошлом году. Там рассказывается о подвигах и участии в войне маленького ребенка. Но сейчас, я думаю, они тоже должны быть, потому что должны быть люди, которые должны защищать свою родину. После фильма «Африка» ученики выходили уже с другими эмоциями и поделились ими с нами. На последнем моменте я аж заплакал. Мне понравилось, когда мальчик смело пошел и сам ему рано, то есть там помог собаке. Понравилось, когда ребята пели на гармошке. Очень понравилось. Я смотрела сегодня фильм «Африка». Понравился он мне тем, что он ранимый и можно прослезиться на этом фильме. Во время Великой Отечественной войны, когда не было еды, был голод, и вот людям повезло, что они нашли такую собачку. Мне понравился фильм тем, что там сначала мальчик помогал собаке, а собака помогла ему. Животные могут помогать людям, а люди могут помочь им с ранами, а собака может им еду приносить. Детям кино понравилось. Оно оставило след в их юных душах. Но вот никто бы не хотел оказаться на месте главных героев. Ни в коем случае это очень страшно. Это можно в любой момент умереть. Но это... Нет, наверное. Конечно. Если было бы холодно, можно было замерзть или с голоду умереть. То есть попасть в реальную жизнь не так. Нет, нет, нет. Я бы не хотела попасть в такие события, но только если ради интереса. Фильм был не страшный, но очень был поучительный. Тем, что он пожертвовал собой, своим здоровьем, то, что он как бы мог умереть от голода, а он помог собаке. Хотя его брат наказал, то, что он такой плохой. У него мама, сестра там чуть не умирают, а он пожертвовал всем и помог собаке. Не надо думать только о себе, надо думать и о других, даже о животных. Вы смотрите Печорский кадрдоскоп. 19 апреля состоялось очередное 24 заседание Совета муниципального района Печора 7 созыва. Присутствовали 27 депутатов. В повестке дня было 16 вопросов. Но начали с главного. Отчета главы муниципалитета, руководителя администрации о результатах своей деятельности и возглавляемого им органа за 2022 год. Добрый день. Рад всех приветствовать. Представляем вам отчет главы муниципального района Печора, руководителя администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района Печора за 2022 год. Главными задачами в пролете администрации муниципального района Печора оставались исполнение полномочий в соответствии с федеральным законом номером 191 Устава муниципального образования и правовыми актами РФ и Республики Коми. Основные усилия администрации в 2022 году сосредотачивались на улучшении качества жизни населения, повышении инвестиционного климата, конкурентоспособности муниципального района, формировании территорий, комфортной для жизни людей и развития бизнеса. Бюджет муниципального образования, муниципального района Печора за 2022 год по доходам исполнен на 98,3%, в 2021 году на 97,7% и составил 2,4 миллиарда рублей. В своем отчете Валерий Серов остановился на основных достигнутых показателях по итогам прошедшего года и ответил на вопросы народных избранников, озвучил планы на текущий год. Среди приоритетов были ремонт дорог и дальнейшее благоустройство города. Важно! Будут выполнены все взятые обязательства по социальной линии. В 2020 году на дорожную сеть было направлено 230 миллионов рублей. Ремонт дорог и уличные дорожные сети выполнены на сумму 145 миллионов рублей. На содержание дорог направлено 84,7 миллионов рублей. На установку дорожных знаков 600 тысяч. Объем от ремонтированных участков уличных дорожных сети города Печора составил 2,8 километра. В целом протяженность автомобильных дорог общего пользования приведенных на противное состояние составила 8,4 километра. В рамках муниципальной адресной программы формирования комфортной городской судьбы выполнены мероприятия по благоустройству парка геологов на общую сумму 12,5 миллионов рублей. В 2022 году осуществлен ремонт тротуара 458 погонных метров. Приоритет отдавался участкам, по которым имеется решение суда о необходимости их обустройства, а также учитывалось мнение на сеть горожан. В рамках реализации проекта «Народный бюджет» установлены уличные спортивные тренажеры на дворовой территории по улице Гагарина в районе дома 9, 11 и 13. В целях реализации наказов избирателей приобретено детское игровое оборудование, частично установленное в районе дома 24 по улице Первомайской. Монтаж продолжится в 2023 году. Администрация сохранит социальную направленность бюджета и продолжит стабильно выполнять взятые на себя обязательства в сфере культуры и образования. Основными задачами по-прежнему будут являться решение исполнительных распределений функций и полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных в 131 ФЗ. Формирование территории, комфортной для жизни, повышение уровня и качества жизни населения в рамках реализации мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда», демография и культура, развитие инфраструктурных ресурсов за счет привлечения грантов и участия в государственных программах, развитие социальной сферы, создание водоприятного предпринимательского климата путем улучшения транспортной доступности, повышение финансовой грамотности населения, доступности муниципального имущества. В результате голосования депутатов работа руководителя и самой администрации была признана удовлетворительной. В конце заседания депутаты приняли отставку председателя совета Федора Ивановича Нинахова и прекратили полномочия как депутата по его собственной просьбе. Коллеги по цеху поблагодарили Федора Ивановича за совместную плодотворную работу, а Валерий Анатольевич Серов вручил приветственный адрес, грамоту и даже постоянный пропуск в здании администрации. Администрация, я думаю, от всего совета хотим выразить огромную благодарность, признательность за вашу работу. Вам огромное спасибо. Повторюсь, выражаем огромную благодарность и признательность. И вам на добрую память. Вы нас не забывали. Ассоциация городов Заполярья и Крайнего Севера вручает вам почетную грамоту. Почетная грамота награждается Нинахова Федор Иванович за вклад в развитие арктической зоны Крайнего Севера и приравненных ему территорий. Это, соответственно, удостоверение, право носить вот такой значок. Значок можно носить. Это удостоверение, дающее право и понимание. Спасибо. Спасибо. А у меня лично от всей администрации пропуск в это здание. Ох ты. В связи с этим встал вопрос об избрании нового председателя Совета муниципального района Печора. Присутствующими депутатами были предложены две кандидатуры. В ходе тайного голосования голоса народных избранников разделились поровну. Уважаемые коллеги, выбором БДПП. включены депутаты. В прошлом одновременно, Ромов Алексей Николаевич выдавал объют 26 бюлллетеней. После встретив efforts доエ�ени оказалось 26 бюллетеней. Из них действительно 26. Проголосовали, в прошлом одновременно, 13. Ромов Алексей Николаевич за 13. Напомним, для победы кандидату необходимо было набрать 16 голосов. Теперь нас ждет повторное голосование, которое пройдет на очередном заседании Совета в июне. Кроме того, на состоявшемся заседании депутаты досрочно освободили от должности председателя контрольно-счетной комиссии муниципалитета, одобрили предложение комитета по управлению муниципальной собственностью, внесли изменения в бюджет на текущий год и плановый период. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. В городе прямо на льду реки приземлился самолет. Волна поспешила все увидеть своими глазами и встретиться с пилотом. Его зовут Виктор Михайлов, а его друга – сверхлегкий самолет «Северок». Эта парочка больше 10 лет бороздит небо, занесло их и в наш город. Приветствую всех жителей Печоры и округа Коми-Республики. Мой маршрут в Печору происходит по причине перегона моего сверхлегкого самолета из Московской области после восстановления в район Воркуты. Для дальнейших полетов в Арктику, для проведения экспедиций, для нужных людям полезных мероприятий, связанных с полетами малой полярной авиации. Виктор родился и вырос на острове Диксон, Красноярского края. До крупного населенного пункта более пяти сотен километров. У односельчан не было другой возможности добраться до него, кроме как авиатранспортом. Так наш герой стал мечтать о собственном самолете. Мечта осуществилась в 40 лет. К тому времени он с семьей переехал в Московскую область, выучился на пилота. И потом с 2013 года уже у меня появился мой маленький сверхлегкий самолет «Северок», который я так назвал «Любя». И уже в 2015 году я начинаю одиночные полеты в Арктике на своем сверхлегком самолете. Виктор признается, что ни на кого не работает, а делает это в удовольствие. Это абсолютно собственное увлечение. Его можно было бы назвать хобби, но для хобби это слишком серьезная, слишком серьезная, наверное, деятельность, поскольку мне всегда хотелось, чтобы полеты вот таких маленьких самолетов, они приносили пользу. Мне всегда очень отрадно, когда есть возможность долететь до удаленных поселков, что-то привезти людям или свежие продукты, а детям всегда стараюсь привезти какие-нибудь маленькие вкусные подарочки. Когда есть возможность, обязательно всегда встречаюсь с молодежью. Сейчас мы буквально несколько дней, я по маршруту летел из района Сыктывкара сюда вот на Печору, садился для технического обслуживания в районе. Мы встречались в маленькой школе с ребятками, потом они приходили ко мне на озеро, где сидит самолет «Северок». Все рассмотрели. Замечательные просто ребятишки, очень любознательные. Вообще мне хотелось сказать, что наши северные территории удаленные, и люди там замечательные в первую очередь, и во вторую, конечно же, огромная необходимость в развитии нашей малой авиации есть. А что же за птица этот «Северок»? Мой сверхлегкий самолет имеет массу полную, снаряженную, менее 500 килограмм, и он относится к разряду сверхлегких. А когда он совершенно пустой, можно увидеть фотографии, он просто состоит из набора труб дюралевых и обтянутых тканью. Просто обычный двухцилиндровый моторчик мощностью 100 лошадиных сил. Самолет имеет по паспорту возможность подняться на высоту до 2,5 километров, но сейчас я обычно на такой высоте не летаю. Связано с тем, что самолет маленький и часто попадает в условия турбуленции. У нас на севере постоянно ветра, поэтому лучше, конечно, лететь ниже. Наши условия сюда, полета, я лечу официально с подачей всех планов через Санкт-Петербургский единый центр организации воздушного движения. Работаю с диспетчерами, для безопасности лечу либо вдоль трубопроводов, которые очень прямые, ровные, по ним удобно ориентироваться. Но они все под проверкой, под специальными наблюдениями летают, и беспилотники, и вертолеты. Поэтому я часто набираю высшую высоту с разрешения диспетчеров воздушных зон, чтобы, ну, естественно, нам проходить на разных высотах. В Печоре у него живут друзья – два Николая – Александров и Коломоец. Последний вместе с супругой Аллой пригласили пилота погостить. В Печоре летает и работает мой хороший друг Владимир Артеев, вертолетчик. Жалко, мы с ним не смогли встретиться, поскольку он на учебе в Тюмени. Но, с другой стороны, даже вот эта наша нынешняя посадка, много новых друзей, уже познакомился с многими замечательными людьми в Печоре. Помимо множества планов на будущее, пилот мечтает о развитии малой авиации в нашей стране. Помните, каждый пролетарий на самолет, первые полеты самолетов по северу, когда собирали специально колхозников, да, колхозников рабочих, для того, чтобы они более массово шли учиться летать на планерах. Это была задача страны. А сейчас, я думаю, что мы рано или поздно, скорее всего, в ближайшем будущем придем точно к такой же ситуации, потому что людям надо, особенно в нынешних тяжелых условиях, понятно, период санкций и всего остального, мы должны более активно развиваться и сами больше принимать участие в развитии такой вот необходимой отрасли, как малая авиация. Что же обычно желают пилоты друг к другу перед полетом? Мы обычно друг к другу, понятное дело, моряки желают 7 футов под килем, а мы… у нас короткие напутствия, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок и, естественно, чистого безоблачного неба. Виктор, наша телерадиокомпания от души желает вам всего того же. Спасибо огромное. Вы просто молодцы, что так с интересом отнеслись к моему предложению увидеть и записать этот материал. Мы смотрим и ведете на ледоскоп! В редакцию часто поступают вопросы от населения по правилам дорожного движения. Ответить на них мы попросили Дарью Трошину. Планируется ли установка знаков на многополосность на перекрестках улиц Московская-Островского, Островского-Булгаковой, Социалистическая-Булгаковой? На них машины выстраиваются аж в три ряда. По улице Николая Островского перед перекрестком улицы Московская с улицы Николая Островского установлен знак 5.15.1 направление движения по полосам, согласно которому автомашины должны двигаться в два ряда. С крайней левой полосы осуществляется движение прямо и налево, с правой только поворот направо. С остальных улиц на перекрестке движение осуществляется с одной полосы. На перекрестке улицы Марии Булгаковой с Печорским проспектом со стороны Печорского проспекта также установлен знак 5.15.1 направление движения по полосам. В соответствии с данным дорожным знаком движение автомашин по Печорскому проспекту со стороны улицы Космонавтов осуществляется по двум полосам. С правой полосы движение прямо и направо, с левой только налево. Движение по улице Марии Булгаковой осуществляется в две полосы с обеих сторон улицы, от улицы Гагарина до Печорского проспекта. Все дорожные знаки установлены собственником дороги, то есть администрацией муниципального района Печора, на основании дислокации. Правила изменились? Теперь не надо уступать дорогу автобусам, выезжающим с остановки? Согласно пункта 18.3 правил дорожного движения Российской Федерации, в населенных пунктах водители должны уступать дорогу автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся в том, что им уступают дорогу. Все ли лежачие полицейские установлены по правилам? Водители говорят, что их очень много по городу и нет знаков перед ними «сбрось скорость». Все искусственные неровности в городе установлены согласно ГОСТа. Они установлены по маршруту движения детей в образовательные учреждения, а также в местах дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Перед пешеходными переходами, оборудованными искусственными неровностями, установлены дорожные знаки 3.24 – ограничение максимальной скорости. Почему запретили останавливаться вдоль здания почты? Согласно правилам дорожного движения, остановка стоянка транспортных средств запрещена в пределах перекрестка. Так как водители игнорировали данные требования, были в дальнейшем установлены в районе главпочтам по знаке 3.27 – остановка запрещена, который запрещает не только остановку транспортных средств, но и стоянку. Где планируется установка новых светофоров? Сотрудники госавтоинспекции выходили с предложениями к собственнику дороги об установке светофорных объектов на перекрестках улицы Мира с улицы Гагарина, а также Печорского проспекта с улицы Ленинградская. На перекрестке улицы Московской и Островского очень мало времени горит светофор для пешеходов. Порой приходится бежать, чтобы успеть перейти дорогу. Можно ли это исправить? Режим работы светофоров определяет администрация муниципального района Печора. Поэтому, чтобы исправить данную ситуацию, необходимо обратиться с предложениями в администрацию города, в сектор дорожного хозяйства. Порой во дворы быстро въезжают автомобили. Надо бы установить лежачих полицейских. Жилые зоны являются общедомовым имуществом собственников жилья. Для того, чтобы установить искусственные неровности, необходимо провести собрание собственников жилья, собрать подписи и выйти с предложением на управляющую компанию. Но при этом установка искусственных неровностей будет осуществлена за счет собственников жилья. Около многих магазинов нет парковки, а автомобили в Печоре прибывают. Как быть в этой ситуации? Парковку возле магазинов организуют предприятия, осуществляющие торговую деятельность. Поэтому данные вопросы необходимо решать собственниками магазинов. У ЗАГСа стоит знак «Кирпич». Почему? Как правильно подъезжать к ЗАГСу? Проезд вдоль дома 20 по улице Марии Булгаковой не относится к уличной дорожной сети. Установка знака в районе дома 20 по улице Марии Булгаковой относится к компетенции администрации муниципального района Печора. Въезд к дому 20 по улице Марии Булгаковой будет запрещен со стороны Печорского проспекта, ввиду того, что там установлен знак «3.1». Въезд запрещен. Со стороны улицы Гагарина въезд будет запрещен всем транспортным средствам, кроме легковых, ввиду того, что там установлен знак «3.1». Въезд запрещен с табличкой «8.4.3». По улице Олега Кашевого мало пешеходных переходов, только напротив торгового центра. Можно ли их установить? Предложение по установке дополнительных пешеходных переходов необходимо также направлять собственнику дорог в городе, то есть в адрес администрации муниципального района Печора, которая в свою очередь рассмотрит вопрос целесообразности установки данных пешеходных переходов. Почему при выезде с улицы Мира на Печорский проспект нельзя поворачивать налево? Очень неудобно. Данный перегрездок является сложным. Он включает в себя пересечение трех улиц. Улицы Николая Островского, Печорского проспекта и улицы Мира. С целью обеспечения соблюдения правил дорожного движения, а также предотвращения создания аварийных ситуаций, при выезде с улицы Мира установлен был дорожный знак «4.1.2». Движение направо, согласно которому движение на перекрестке разрешено только направо. Продолжим после премьеры Печорской рекламы. Не переключайтесь! Волна, а также Лев Трифяк и спортивно-танцевальная студия Анастасии Вокуевой представляют. Скоро окончим учебный мы год. Теплое яркое лето нас ждет. Чтобы отпраздновать это событие у мамы и папы, хотим попросить. Мы ни слонца, ни плавки, ни круг, ни значок, а модный и стильный красивый значок. С геройами нашли компьютерный снег, с веселым названием я выпускник. Сосимка мальчишки, соседа Егора и просто с красотами наши вечеры. Искать нам подарки отцу ни к чему, пусть позвонит лучше в нашу волну. Три, два, четыре, два, еще два, звоните до пятницы, ждут вас всегда. Хотите такие значки? Заказывайте их и другую сувенирную продукцию в волне по телефону 3-24-22 и приходите по адресу Набережная, 45. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. 18 апреля исполнилось бы 120 лет известному печорскому врачу Борису Комлеву. В архивах волны мы нашли редкое с ним интервью за 1998 год, которое брала Валентина Семяшкина. Тогда Борису Васильевичу исполнилось 95 лет. Родился он в 1903 году в Нижегородской губернии. Отец был приказчиком в богатом имении, мать – учительницей. Революцию они приняли с пониманием. Но, несмотря на это, папу в 1918 году расстреляли красноармейцы. Было тяжело. Борису во всем помогал младший брат Леонид. Им удалось не только выжить, но и получить высшее образование. Борису – медицинское, а Леониду – химическое. По окончании Казанского медицинского института Борис Васильевич был назначен хирургом в систему Волжского здравоохранения. В 1937 году его вызвали на совещание в Нижний Новгород, с которого он уже не вернулся. Срок – 10 лет за антисоветскую агитацию и этап на Дальний Восток. Потом был Печор-Лак. Борис Васильевич, скажите, когда вы, в каком году оказались в Печоре? В Печоре в 1940 году, в конце лета. Лето. В конце лета. И что из себя представляло это место тогда? И как вы здесь оказались? Почему вы здесь оказались, пожалуйста? Вот там в 1940 году весной собрали большой этап. Говорили строителей. Все. 58-я статья. Строителей на Печору. Там новый город возникает. Отправили до Мишаяга. Сказали, здесь будет колонна. Под лазарет соорудили нечто вроде шалаша. Сразу же стали поступать больные из соседних колонн, работавших на строительстве железной дороги. Потом палатки большие принесли. Утром развод делали. И человек 40 самых крепких шли сюда на Печору и на себе приносили палатки, инструменты, пилы, топоров. Потому что, когда мы отправились туда, конвой боялся что-нибудь железное давать. Не давали. Поэтому вот люди уже потом приносили. И вещи, которые наши были. Чемоданчики все это тоже они принесили. И вот там мы жили некоторые люди. В палатках. А потом большой городок там образовался. Номер два. Кустовым врачом меня назначили. Ходил по колоннам. Выявлял больных с помощью фельдшеров, которые на колоннах были. Медбратья. Ну и отправлял их в лазарет. Вот во второй свой свой лазарет. А потом перевели в 43-м году меня в печу. Печить было нечем. Смертность необычайно высокая. Основной диагноз – дистрофия. Когда нет ничего белкового. Все только углеводы дают. Мука, мука, ерна, каша. Белкового ничего. Ни рыбы, ни мяса нет. Вот. Филагра. В чем она заключается? В том, что на лице, в общем, на лице и на руках появляются ожоги. Пузыри и понос. От этого поноса люди гибли. Очень много. Ну и тогда уже в конце, в конце какого же года-то? Ну да, в 40-го стали забрасывались медикаменты и дрожжи. Дрожжи – это является как раз хорошим лечебным средством для пилагжи. Через несколько тяжелых лет Борис Васильевич был оформлен по вольному наему врачом в лазарет номер один НИБА. В 1947-м женился. Его жена Мария Ивановна была медсестрой у профессора Болтянского. Родились дети Татьяна и Вадим. С 1953-го года Комлев – хирург лечебного объединения станции Печора, затем заведующий отделением переливания крови. Так я, наверное, с 1953-го года. С самого начала? Да. Сначала это была больничка, вот где сейчас санэпидстанции железнодорожные, там была больничка. А потом в 1954-м году построили новую больницу. И сколько лет Вы работали-то в общей сложности в больнице? Ой, до 1971-го, до 1979-го года, может считайте. С 1940-го года. С 30-го, да, с 40-го. Борис Васильевич, скажите, у Вас ведь уже потом появилась возможность уехать отсюда, Вы почему-то все-таки решили остаться в Печоре. Вот чем Ваш выбор объяснить? Не знаю. Ну нет, мне здесь понравилось. Лес, тайга. Потом я имел уже возможность ружье купить, охота, рыбалка, окружение, много друзей развелось. Вот. Жена вот появилась в лагере. Ругали ее. Это Вы уже прожили вместе? Мы уже 50-летие, мы отметили уже. В 1956-м году Комлева реабилитировали. Ну, после смерти Сталина. Да, да, да. Прислали бумажку из Горького, теперешней, нищий, но выжить из областного суда о том, что вот Комлев Борис Васильевич такого числа был в заключении, рассмотрено его дело из-за отсутствия состава преступления, реабилитировано. Умер Борис Васильевич 11 декабря 2002 года, полгода не дожив до своего 100-летнего юбилея. На сегодня все. Увидимся через неделю. Добра и мира вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...